Всем привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня хочу для вас открыть, возможно, кто-то уже знаком с этим препаратом. Препарат называется йодинол, это по-другому синий йод. Для чего он помогает и вообще для чего он нужен? Это вообще очень хорошая аптечка для птицеводов, которые держат кур, гусей, мускусных водок, неважно кто, и индюков, в общем, любая птица. Йодинол является антисептическим средством. Курица там занеслась и орёт на весь двор, не даёт мне тут рассказывать вам важную информацию. В общем, во-первых, для чего использовать йодинол. Первое, это, например, ваша птица поранилась, какие-то ссадины на коже, либо расхлёв, можно для этого использовать йодинол. Либо просто попшикать или протереть рану, она очень хорошо обеззараживает раны. От всяких, в общем, ненужных бактерий. Во-вторых, йодинол можно давать птице вместе с водой, как антисептическое средство тоже. Она убивает патогенную микрофлору, помогает от дачи, когда птица чихает, возможно, не ест, ОРВИ у неё может быть. В общем, в такую осеннюю слякотную погоду это самое то. Можно её использовать как для лечения, так и для профилактики. На данный момент я сейчас буду использовать её для профилактики, потому что у меня птица здоровая. И ещё очень хороший плюс, то что это никакой не антибиотик. При использовании йодинола можно, например, использовать и куриное яйцо, и мясо, если вы даже на следующий день же отправляете их в холодильник. В общем, хороший препарат, это как эликсир жизни для птицы. В общем, сейчас расскажу инструкцию, способ применения йодинола, и сразу будем поить эти препараты в нашу птицу. Так, на 10 литров воды нам понадобится 15 миллилитров йодинола. Опа! Допустим, что мы там 3 уже опустили, и берём ещё 12. Вот такая водичка становится. Хорошенько её перемешиваем, и готово. Даём птице. Хорошенько перемешиваем, и спустя некоторое время там цвет пропадёт. Но эффект остаётся. Вот, птичка пришла, пьёт. В общем, вода уже стала прозрачная. Спустя 5 минут она становится такой. В общем, является это... Гуси, дадите мне разговаривать. Является, в общем, противомикробным антисептиком, который подавляет патогенную микрофлору. Также она помогает профилактировать окцидиозы, глистов, гельминтов. Вот, в общем, хорошее средство. Я его использовал и в прошлом году, осенью. Я рекомендую его использовать 2 раза за неделю. И, в принципе, достаточно. Можно так сделать 1 раз за месяц. Чтобы птица пила только эту воду, поэтому нужно ставить, например, ведро воды. Я на такое количество птиц буду ставить 2 ведра с именно таким препаратом. Вот. Поэтому в эту погоду как раз сейчас начинаются скоро дожди, холода. Ночью у нас уже и заморозки были. В общем, самое хорошее средство. Не является антибиотиком, что очень хорошо. Я сейчас буду этим препаратом пропаивать и кур, и цыплят. Его можно давать с 2 недель. Просто маленьким утятам нужно давать в 2 раза меньше дозу. В общем, средство хорошее, поэтому покупайте. Продается она хоть в человеческой аптеке, хоть в ветеринарной аптеке. В общем, покупайте, давайте птице, чтобы она была здоровой и не болела. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик и был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Встретимся в следующем выпуске.